всем привет продолжаем знакомиться с си плюс плюс 17 вот с новыми возможностями и сегодня у нас на повестке дня экспериментальная библиотека по работе с файловой системе и в сегодняшнем видео мы познакомимся как узнать размер диска также свободное место далее мы узнаем как получить разделитель вот расширение файла кроме этого мы узнаем как создать директорию и под директории далее как это все добро удалить дальше получить список файлов в директории вот и как изменить право файлов вот поэтому если вам интересно не переключаемся итак начинаем мы с того что мы узнаем директории то есть не директории размером свободного дискового пространства вот но вкратце что такое файловая библиотека по работе с файловой системы она находится как мы видим инклуд экспериментал файл систем то есть это у нас экспериментальная библиотека которая была добавлена в 17 стандарт вот и это файловая библиотека по работе с файловой системы может быть недоступна для каких-то операционных систем у которых там какая-то особая файловая система и иерархия файловой системы как-то там по-особому то есть для которой невозможно реализовать данный функционал но частности у меня ubuntu для ubuntu это доступно скорее всего для windows это тоже для доступна ну возможно еще для каких-то там дистрибутивов linux а тоже а возможно и для большинства вот поэтому 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 можете пробовать у себя в любом случае если она у вас недоступна то в поставке компилятора этих библиотек не будет то есть первое что нам нужно подключить заголовочный файл он находится вот здесь include experimental file system следующая так как это экспериментальная библиотека то файле настроек вот в конфигурационном файле надо подключить библиотеку std c++ fs file system в данном случае вот название этой библиотеки после всего этого если ваш с вашим компилятором идет эта библиотека то все будет хорошо и так данном случае я просто вот этим образом сократил такое длинное название везде теперь где у нас используется fs вот к примеру я думаю вы понимаете будет использоваться вот это вот пространство имен и так первый пример первый пример к примеру вот мы можем получить текущую директорию путь к текущей директории далее 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 можно же получить путь то есть вот мы указан в данном случае для бунты относительный путь корневой и я получаю 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 размер то есть информацию о общем объеме диска и от доступном объеме диска вот то есть общий объем диска но в данном случае к примеру есть у вас два это windows у вас обычно там есть диски cd там е и т.д. и т.п. соответственно здесь можно там d две точки написать вот и получить информацию по диску d по диску c и другим диском я же у себя у меня здесь нету разбития на диске у меня здесь есть общая файловая система и диск 1 вот и я получу информацию емкость capacity это у нас общая емкость нашей как бы в байтах нашего диска вот free это у нас свободное пространство но есть еще а вы лейбл то есть доступное свободное пространство то есть это то пространство которое доступно для непривилегированных процессов ну как по обыкновению можно считать что вот вот это то доступное пространство которое доступно нам пользователю вот то есть оно может быть равно или меньше вот этому free и давайте запустим и посмотрим что получится в данном случае посмотрим что у у меня вот сейчас идет сборка и вот у меня общий объем диска 457 гигабайт доступно 290 то есть свободно 313 но доступно для меня для пользователя а вот такой объем и соответственно текущая директория откуда был произведен запуск нашего процесса вот он ведь вот я получил с помощью current pass вот и вывел соответственно к примеру си плюс плюс си аут да и прекрасно понимает что это за тип в данном случае это у нас тип вот такой pass pass дальше тут одни шаблоны шаблоны но об этом всем можно почитать в справке там довольно таки богатый функционал так вот вот таким вот простым способом мы получили размер точнее объемы доступные и заняты перейдем к примеру б что у нас в примере б примере б мы можем узнать примеру сепаратор на то есть это разделить данном случае для линукса характерно вот такие вот разделители на директория директория файл для операционной системы windows характерные два слыша здесь один обратный слэш в линдовсе два нормальных слыша вот и мы можем узнать тип разделителя какой он то есть выполнил вот вот такую штучку то есть вывести на себя вот то есть вызываем 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 то есть в данном случае константа кроме всего прочего к примеру у нас есть директория к примеру даже директория полный путь к какому-то файл соответственно мы можем его сформировать в данном случае создать переменную этого типа и сформировать этот полный путь и далее у этого опас получить родительский путь имя файла и расширение то есть чтобы самому не делать этого не пробегать не парсить до точечек потому что довольно часто бывают файлы расширение у них хитрые и они могут состоять из нескольких точечек на вот ну вот так вот и мы можем получить это все добро далее мы можем к примеру формировать пути вот следующим образом мы можем какая-то корневая директория дальше путь к примеру базе данных и вот имя базы данных и сформировать это все добро вот таким вот способом то есть вот этот оператор для вот этого вот класса перегружен соответственно он добавляет разделитель который соответствует нашей данной операционной системы и давайте запустим этот пример и посмотрим что у нас получилось у нас получилось первое путь к файлу вот мы вывели все хорошо дальше смотрите родительский путь да то есть это пацту он не включает имя файл дальше имя файла мы получаем файлные вот файл текст все верно и расширение вот все получили то есть довольно таки очень удобно теперь 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 что я не понял почему это не было выведено ладно это пропустим пока если смотрите вот мы формируем путь корню как какой нибудь базе данных да и вот мы формировали этот путь который выведен вот он db database дб то есть как вы видите никаких плюсика ничего все все интуитивно понятно вот так вот мы сформировали путь соответственно если у нас вот здесь не будет разделителя он будет добавлен но давайте попробуем давайте вот здесь уберу И запустим еще раз Вот, как вы видите После ADB все равно был добавлен разделитель Здесь я его убрал Поэтому очень удобно с этим всем работать А, в данном случае разделитель не выводился Потому что вот это воспринималось как мультистрочный комментарий И соответственно вот это все воспринималось Даже где-то, где-то, где-то вот отсюда воспринималось как комментарий Поэтому это я уберу И запустим, посмотрим разделитель в моей операционной системе В данном случае вот он Если у вас Windows, у вас будет два обычных слэша Итак, переходим к примеру 3 В данном случае это C Что мы там увидим? Здесь у нас просто создание директории И в данном случае вот таким простым путем Можно создать директорию Как видите, есть отдельная директория создать Либо набор директорий То есть будет идти проверка Есть ли в этой директории И есть ли вообще она TMP Потом есть ли в ней директория A Если этого всего нет, то оно создаст Точно так же, как мы видим Можно вот так вот формировать Наш путь Либо же можно сразу в строке его передавать То есть в данном случае после выполнения У нас должна будет создаться директория TMP В которой есть A Далее TMP, в которой есть B А в этой B есть BB А в той B есть еще BBB Ну короче, давайте запустим Довольно таки легко Создавать эти директории Так, вот у нас создалось TMP Есть A Есть B Есть BB Есть BBB Вот Как вы видите Ничего сложного нету Все очень легко И интуитивно понятно Теперь перейдем к примеру D В примере D У нас удаление всего этого добра Точно так же можно То есть точно так же легко Как мы создавали Можно и удалить То есть можно remove сделать Указать конкретную директорию То есть в данном случае Я удалю только BBB Вот Давайте проверим Проверим То есть в данном случае Я сейчас буду удалять Вот эту директорию Давайте Выполним Выполнили И как мы видим Директории отсутствуют И могу я всем скопом Указать, что удалять Сеть директории И под директории Так давайте Это вот remove all То есть удаляет папку tmp И все что в ней находится Вот Сейчас проверим Сейчас это все закроем И как мы видим Папки tmp уже нету Вот Довольно легко И просто пользоваться Вот таким вот функционалом Идем далее Примеры В примере Здесь такой небольшой примерчик Как нам Взять какую-то директорию Получить какое-то расширение файла И пробежаться по этой директории И найти все эти файлы То есть фишка в чем Фишка в том Что к примеру У нас вот будет Директорий Набор Ну с какими-то там файлами С какими-то расширениями И в данном случае Вот наша функция Она Мы можем с помощью фильтра Указать Выведи информацию Конкретно по файлам Чпек Либо конкретно по файлам Инфу Либо это если пусто Выведи информацию Вообще по всем файлам Вот давайте даже чуть Подмодифицируем Помимо инфо Добавим Еще Ну то есть это Как я понял Как вы понимаете Это некий фильтр Вот мы написали Такую Я написал такую удобную функцию Вот с помощью которой Это все можно делать То есть Фишка в чем А в том Что в этой файловой Библиотеке Есть еще такая штука Рекурсив В директории Итератор То есть с помощью этого Итератора Можно пробежаться По внутреннему состоянию По По директории Да И получить все содержимое То есть в данном случае Я проверяю только файлы То есть Is regular файл Или нет То есть я получаю Некий объект И проверяю Ты файл Или не файл Если ты файл То применяю Эти фильтра В данном случае Используется STD алгоритм Который ищет По расширениям Наше расширение В данном случае Вот будет расширение Нашего файла И я ищу Находится ли он В этом нашем массиве В данном случае Это вектор Так как это вектор У него есть Список инициализации То очень удобно Вот на ходу Вот здесь Формировать Вот такие фильтры То есть не описывая Этот вектор Перед вызовом Нашего Вот этого Нашей этой функции То есть это Это стало доступно Так как Что у нас появилось Правильно Автоматическое определение Типов Вот здесь у нас Автоматически Все определится Даже тут не будет Определяться Тут список инициализации Играет роль Вот 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 И теперь давайте посмотрим Что мы делаем Я получаю текущую директорию Дальше я формирую путь К создаваемой директории Создаю эти директории Дальше вот у меня есть вектор Я заполняю Какими файлами То есть это может быть Знаете Первый запуск программы Вот Мы что-то там Инициализируем То есть при первом запуске И к примеру Нам надо посоздавать Директории Уже шапки файлов А дальше Если есть интернет Загрузить всю эту информацию В файл Вот таким способом Я создаю Эти файлы И туда записываю Значение дата Но это без разницы Дальше создал я Лямбда функцию Для чего Для того чтобы каждый раз Выводить информацию Которую мне будет возвращать Вот это get directory files А вот То есть здесь Ничего сложного нет То есть я уже пользуюсь Созданием директорий Кстати удалением Что-то Можно было и удалить Это все Ну да ладно Давайте посмотрим Давайте я запущу Это все И посмотрим Как оно все это работает Проверим Да Работает оно Или не работает Итак Обновляем Вот Директория res Pix И вот три файлика Мы создали Есть И теперь смотрим 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 В первом случае Я запрашивал информацию Только по файлам jpeg Вот Вот я вызывал функцию И говорил мне Отфильтруй содержимое И верни только файлы jpeg Есть Далее Я сказал Мне кроме jpeg Надо и еще И инфу Есть Но мы знаем Там еще Содержался файлик С расширением png Вот я передал Пустой список То есть Пустой вектор И говорю Без фильтра Все Файлики Верни мне И я получил Все файлики Вы же у себя Можете поэкспериментировать И То есть Открыть справку Здесь обязательно Вам нужно Открыть справку Если вас Эта фитча Заинтересовала То есть вообще Файловая система И открыть справку Хотя бы На cpp Reference И посмотреть Там довольно таки Много функций Функционала И т.д. и т.п. По работе С этой файловой системой Вот И дальше К примеру Поэкспериментировать Можно следующим образом Проверять Директория Или это Если это Директория Заходить То есть Вызывать Эту же функцию То есть Грубо говоря Сделать рекурсивный Поиск По директории И по под Директориям В каждой из них Вот Так что Как бы Кода немного Но вот здесь Мы уже создали файлы Мы Отфильтровали их Мы Вывели на экран Вот И еще в конце Можно даже И удалить Вот Ну и последняя Фича Даже Это не то что фича Это последний Наш пример А возможностей Там довольно таки много Можно часа три О каждой Из них Рассказывать Что у нас Вот здесь У нас Вот здесь У нас Вот здесь Сейчас Мы Проверяем Мы даже Не проверяем А мы Создаем Файлик И в этом Файлике Так давайте Вот он Меняем Права доступа То есть На чтение Запись Выполнение И т.д. и т.п. Вот Ну давайте проверим Как оно работает И Выполним Выполним Это тоже мы создали Функцию Лямбда Вот которая Просто будет Выводить информацию О Разрешениях Файла То есть И давайте Создадим Блин Точку Останову Уберу Так Сейчас Я перезапущу Итак Итак Мы Создали Файл Вот он И теперь Чтобы посмотреть Его Права То есть Это мы Нажмем Контроль Икс Икс Контроль Икс Что мы Смотрим Здесь По умолчанию Создано Доступно Чтение Для владельца Запись Для владельца Ну и чтение Для всех остальных И для всех групп И для всех остальных Пользов Есть Теперь В этом мы вывели на экран Давайте посмотрим Вот оно Вывели Да Эту всю информацию В виде Юникса Теперь давайте Изменим То есть Мы добавим Что владелец Все То есть И группы Все имеют Доступ И владельцы Все имеют Доступ Так Я обновляю Как мы видим Кто знаком С Ubuntu Тут знает Что уже Такая пометка Зелененькая Звездочка Это файлик Доступен И на выполнение И на записи На чтение И вообще На все что угодно Как мы видим Все права Выставлены То есть Любой может читать Любой может записывать Любой может выполнять Ну то есть Тут для группы И для владельца Вот Есть Теперь мы Некоторые права Уберем И давайте Посмотрим Еще раз Что было убрано Были убраны Права Для записи Владельца То есть Для владелец Owner Не может записывать Группа Не может записывать Никто не может записывать Но Могут этот файлик Выполнять Если это бинар Так Так Ну и Ну и После этого Всего добра Так Что у нас тут На экран У нас вот на экран Все красивенько Тоже выводится Мы удаляем Этот файлик Удаляем И его нету Вот Соответственно Здесь Это было Продемонстрировано Что Довольно таки Гибко Можно это все Настраивать Каждые Права Устанавливать Вот И В качестве Примера Есть вот этот Код Который Будет На гитхабе Вот Поэтому Поэтому Библиотека Очень крутая Обязательно Познакомьтесь С ней Вот Я думаю Для вашей операционной системы И для вашего компилятора Она доступна Вот Возможно Там будут Какие-то ограничения Для Visual Studio Но Не факт Не факт Возможно Они тоже Это все обновили Поэтому 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 Читаем Справку Обязательно Там Очень много Я очень Маленькую часть Затронул По этой Библиотеке Вот Поэтому Она была Она пришла Из библиотеки Может кто уже Слышал Boost Есть такая Очень крутая Библиотека Вот И оттуда Пришла Эта Экспериментальная Библиотека File System Вот Поэтому Поэтому Учим C++ Читаем Справку Читаем Стандарты Вот Смотрим Конечно же Мои видео Подписываемся Обязательно Делимся Ставим лайки Если вам Понравилось Ждем Ждем Обязательно Новых видео То есть Нажимаем Колокольчик Ну и Всем спасибо За внимание Всем Пока